Двое взрослых, трое детей и пес в Барнаульской однушке. Ее хозяйка Светлана приютила у себя семью из Донбасса. Галина и двое сыновьей покинули Донецк в феврале этого года. Собрали последние деньги, родственники, все слаживались. Самых главных, самых перспективных, чтобы отправить в Россию, чтобы мы выжили. Вот. Ну, как-то так. Полгода они скитались по пунктам временного пребывания. Все это время Галина была на связи со Светланой. Женщины знакомы еще с Антимайдана. Все эти 8 лет переписывались, пока жительница Барнаула не настояла на приезде семьи к себе. Нас разместила на спальных местах, а сама вот на матрасике, на полу. Я говорила, что мы потерпим. А она отказывается. Говорит, вы мои гости, вы гости Алтая. Они находятся в ПВРах. Они между собой только общаются, получается. То есть, вот они приехали и куда дальше? Либо обратно в Донецк, либо здесь. А здесь, когда ты в этой среде варишься, то никак не приспособишься жить в России. У нас, сказали, нет ПВРов. У нас люди могут сюда приехать только кому-то. Вот. К принимающей стороне. Для одного из сыновей Галины принимающей стороной стал Шипуновский техникум. Учебное заведение готово зачислить его студентам к себе. А вот куда идти учиться младшему, прояснить не удается. Здесь же со школами их мало. То есть, где нам делать регистрацию для ребенка? Если мы ее сделаем, например, в Шипуновском районе, в деревне, возьмут ли его здесь в школу или не возьмут? Соцзащита нам обещает перезвонить, а Министерство образования наше просто не берет трубку. Не хватает информации и элементарной поддержки. В Барнауле беженцы получили ее не в соцзащите, а в храме Иоанна Богослова. Верующие собрали для них 11 тысяч рублей и теплые вещи. Тут уже у нас есть теплые носки, которые мы готовим ребенку в техникум. Собираем его всем миром буквально. Вся наша жизнь поместилась в эти несколько сумок. У нас и у моего старшего ребенка есть паспорт Донецкой Народной Республики. Но мы хотим еще иметь наш самый главный документ, самый важный для нас, чтобы полноценно встать ряды граждан, влиться уже. И как бы там ни старались люди, все равно беженцы, как-то вот оно звучит немножечко так обидно. Галина надеялась, что после проведения референдума получить российское гражданство для таких, как она, будет проще. Но пока все довольно сложно. Сейчас женщине предстоит получить все нужные документы, а после оформить статус самозанятого, чтобы самой кормить свою семью, а дети, чтобы наконец начали учиться. В Донецке сыновья могли часами стоять в очереди за водой. Нет, домой уже не хочется, если честно. Не хочется. Ну, может быть, просто приехать, посмотреть на город, как он там будет в будущем. И хотя же личный вопрос и отсутствие информации о том, как пошагово действовать беженцам, немного выбивает из колеи, Галени здесь спокойнее. Она благодарит всех, кто помог ее семье. И надеется, что бюрократические приключения скоро закончатся, и она с сыновьями сможет прижиться в России. Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком.